Плай Лас Америкас называют Беверли Хиллс Это Плай Лас Америкас, да? Это Плай Лас Америкас, да, район называется Сан Ухьяньо Альп, то есть высокий район Здесь район Билл, именно частных, дорогих, хороших, качественных А так у тебя недвижимость и здесь, и на других островах, и на этом острове нету, да? На Тенерифе только, ага, понял Именно в южной части Именно в южной части Тенерифа Потому что основной напор идет сюда, у город отдыхающих, здесь зимой теплее На севере, да, там больше зелени, красиво, никто не спорит, но климат, соответственно, лучше здесь Кто хочет солнца, тот едет сюда, да? Да, сухой климат, солнечный, самое большое количество солнечных дней в году Да, места красивые Ну, тут очень многие берут машину на прокат Имея машину под руками, это вообще не проблема куда-то Не обязательно располагаться в курортной зоне, первая линия, где толпы отдыхающих, особенно летом, там не протолкнуться Наезжают, особенно август, у нас такой вот месяц, когда из Испании все приезжают на отдых сюда, они все идут в Китай на отпуск, там жара невероятная Сами испанцы сюда приезжают, да? Да, испанцы, да, приезжают сюда, итальянцы, испанцы там с детьми Тут просто, вот, в гостистианность, ты не поверишь, там просто не протолкнуться Народищу полно, везде полно Ресторан, где рыбы жарятся, мясо жарятся, дискотеки до утра То есть, кто хочет спокойно, тихо Да, 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 релакс, который от тебя получаешь удовольствие, то это, конечно, повыше Очень многие поняли это и совершенно не стремятся к первому имену А вот такой вопрос, Ларис, если, допустим, недвижимость покупать, примерно, от какой суммы, вот, как бы, надо рассчитывать? Примерно, хотя бы, есть какие-то расценки? Ну, так, чтобы уже более-менее, вот 100 тысяч было Это квартира, вилла, это что? Нет, вилла нет, конечно То есть, это квартира, да, какая? Эта квартира, это апартамент, скорее всего, это апартамент Ну, там, может быть, даже апартамент с инсепшн, допустим, с бассейнами Ну, очень многие покупают, а потом сдают в аренду Кондоминиум, да, вот этот, так называемый? Да, 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 да Сами сдают в аренду, потому что они не живут постоянно, естественно, здесь, и недвижимость работает на них Вот, мы этим занимаемся, то есть, мы продаем потом еще постконтрактное обслуживание То есть, берем на сдачу в аренду Человек только получает деньги, как бы, следим за всем То есть, получается, допустим, я покупаю недвижимость И потом я могу уехать, а вы ее будете сдавать И я буду деньги получать, так? Да, от 100 тысяч От 100 тысяч, это одна комната или это студия, одна комната? Это студия, может быть, от 80 То есть, студия считается дешевле, чем... Ну, естественно, студия, это полностью комната одна Да, да, да А апартамент с одной спальней У нас все считается по спальне Ага, по количеству спальни Значит, одна спальная апартамента, это, рассчитан на 2-4 человека Как правило, в спальне Двухспальная кровать И диван раскладываешься в салоне, в гостиной Ага Вот, есть 2 спальни, 3 спальни Очень хорошо сдаются Одно спалки и 2 спальни Вот, вот, допустим, Ларис, такая ситуация Примеру, покупаю я за 100 тысяч какую-нибудь, ну, такую простую, да? Да За сколько я смогу в месяц ее сдавать? У меня есть такое понятие Краткосрочная аренда, это понедельная И есть длительная аренда Если длительная аренда от 3 месяцев выше, то это, естественно, дешевле получается Там где-то 500-600 евро в месяц Ну, где-то 600 в среднем Ага Вот, а если понедельная, то это, вот, как я говорила, от 350 и выше Ну, вот, если я вам эту квартиру оставлю для сдачи, вот, вашему, тебе, да, допустим Тебе как лучше, чтобы я ее оставил на длительное время или же на короткое? Вот как? Ну, это вы сами решаете То есть, как человек захочет Конечно, длительная аренда стабильная, деньги капает На коротке денег больше, но нет стабильности Стабильности нет, да, да, да Поэтому дружек как же выбирает Ну, на длительный срок ты его сдал, допустим, на год Ты сам уже не можешь пользоваться своей недвижимостью Потому что она у тебя сдала Соответственно, ты, как бы, захочешь приехать, а не можешь Да, да, да Сам снимать будешь, да? Сам снимать будешь Да, да Лифт Это все удорожает все вот эти вот остальные Удорожает, ну, и шансы повышают, конечно Если все хотят приехать и отдыхать По продаменте, чтобы желательно посеять был под боком Да, 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 чтоб все было Да, да, да За полгода Ага Ну, там свет, да, да, и что там еще есть? Вода, да? Да, отдельно, да Здесь такого понятия, как квартплата, такого нет Ты платишь компонентное содержание дома Ага И платишь свет, воду, электричество, да, вода, и все Ну, это в месяц, может быть, 50 евро или 100 евро, или это, там, не знаю, разные, да? Ну, какая-то, до какой-то 50 до 150 А, вот все, понял Ну, если 50, там, может быть, включена свет и вода во плату уже входит в коммунидаль Очень, очень все индивидуально, это зависит от комплекса Угу То есть за 100 тысяч квартиру берешь, я сейчас образно говорю, и примерно в месяц 150-200 евро Да, ну, это будет, значит, у нас, как бы, ты знаешь, курортная зона делится на две части До магистрали, ближе к океану, и за автомагистрали, за автобистой Ну, немножко дешевле, но... Магистраль, это вот эта центральная, которая проходит Да, да, автобанк Да, да Которая, как бы, делит по ту сторону и по эту сторону То есть, чем туда выше в горы, тем дешевле Тем дешевле, соответственно На Тейда, наверное, можно в пещере Да Друзья, вот такие вот, видите, такая вот информация Надеюсь, вам будет полезно, кто хочет брать недвижимость Еще раз повторяюсь, вы можете обратиться к Ларисе Я вам уже визитку показывал ее Сейчас я еще раз на всякий случай покажу Вот здесь вот данные Сейчас, одну секунду О, то есть, аренда недвижимости, покупка недвижимости В общем, все, что связано с недвижимостью, можете к Ларисе обращаться Как вы поняли, разные варианты есть Как сдать, как снять, как купить То есть, вы можете купить, а потом сами же Поддержку тоже надо, да? Как бы приглашение делаем для посольства Визовую поддержку, да? Ну, как бы приглашение для посольства на основании чего открывается виза Ага, ага А еще, Ларис, вот такой вопрос Допустим, если здесь человек берет недвижимость Он может какие-то бумаги, документы, там, не знаю, вид на жительство, гражданство Что-то вообще имеет право получить? Может, да? Да, очень многие уже получили Но для этого нужно Показать достаточно приличный доход в России Ага Чтобы у вас был стабиль, что вы не претендуете здесь ни на какие пособия, ни на какие там работы То есть, можно получить вид на жительство без права на работу с проживанием здесь Ага С правом путешествия по всей Шенгенской зоне по Евросоюзу без проблем Вот, для этого нужно показать, что у вас есть деньги Ага Ну, допустим, если я за 100 тысяч взял эту квартиру, это еще не доказательство, да, того, что есть деньги? Нет Нет, если вы возьмете за полмиллиона, то вы автоматически получаете, и вы, и вы члены вашей семьи вид на жительство То есть, полмиллиона От полмиллиона вкладываете, пожалуйста Ага Сразу Параллельно оформляете вид на жительство, и вам с радостью его вручат Ага Вот А чтобы получить просто вид на жительство, соответственно, нужно показать очень хороший доход Ну, все, в течение четырех месяцев это все оформляется, вы получаете Причем это оформляется в Москве Вы приезжаете уже как бы Уже гражданин, да? Нет, с разрешением С разрешением, да, да Чисто по-чангерски видно жительство, чтобы не работать Да, да, да Да, да, да Здесь работников своих, вот Вот Да, да, да Друзья, в общем, если хотите жить здесь по-почангерски, вкладывайте полляма Да Да Покупаете виллу, да Можно же за полмиллиона купить виллу? Можно Можно Покупаете виллу, сразу вам дают вид на жительство, и можете уже находиться Находиться Слушай, а я еду ты сюда А то я тебя привезла Не, не, нормально Нормально? Да, друзья мои, вот такой ролик у нас сегодня, надеюсь, был полезным Пока буду заканчивать Находимся на Канарах Смотрите Анзор ТВ Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию Почанга по